Усы у женщин Всем привет! Сегодня у нас несколько необычное видео. Мне хотелось бы разобрать такую тему. Норма это или нет? И что вообще считать усами? И как вообще к этой проблеме относиться? Честно говоря, я бы хотела пару слов сказать о том, что в нашей жизни очень много навязанных стереотипов. Особенно в последнее время с развитием таких сетей, как Инстаграм, возможности наших телефонов, фронтальных камер с автоматическими фильтрами, каких-то масок в Инстаграме, фотошоп, который существует уже много лет. Если раньше фотошоп был прерогативой все-таки глянца, то сейчас все редактируют свои фотографии. И вот эти навязанные стереотипы, особенно на неокрепший мозг молодых, например, девушек, а зачастую и юношей, влияют не всегда хорошо. И то, что раньше, например, считалось абсолютно нормальным, сейчас может считаться какой-то катастрофой и приводить к серьезным психологическим проблемам вплоть до клинической депрессии у молодых людей. К этой же проблеме как раз относятся и усы. Девушки испытывают массу комплексов по этому поводу. Хотя, на самом деле, во-первых, что считать усами? Усы – это в норме, это пушковые волосы, он имеет право находиться у девушек тоже над верхней губой. То есть зачастую какие-то национальные особенности генетика может предполагать чуть более жесткие, уже не пушковые, а терминальные волосы в этой зоне. Что такое пушковый волос? Например, если мы возьмем стандартный волос, у него есть мозговое вещество, есть корковое вещество, есть кутикула. То есть, я не буду так прямо вырисовывать. Есть пигментные клетки, которые там существуют. И вот у пушкового волоса у него мозгового вещества нет. Он тоненький, он, как правило, не пигментированный, светлый и, в общем-то, не сильно заметный. Когда волос становится терминальным, то есть он может быть либо длинным волосом, как у нас на голове, а может быть щетинистым волосом, как, например, ресницы и брови. И усы, усики, они что-то среднее между. И, собственно, они могут быть немножко заметны, потому что там уже появляется пигмент. И здесь уже проблема в том, как к этому относиться. То есть, есть две вещи. Это норма, когда не слишком заметно, не слишком много волос в зоне лица. Но существуют патологии, например, когда уже волос слишком много, и они могут располагаться не только над верхней губой, но и на щеках, и где-то еще. И если это не связано с какими-то генетическими предрасположениями, именно связанными, например, с национальными особенностями, например, у восточных женщин так бывает. Хорошие густые волосы на голове, но и на лице их больше. Если это как бы не связано с генетически детерминированными вот этими особенностями, то гипертрихоз может быть, например, симптомом какого-то заболевания, как правило, каких-то гормональных сдвигов. Либо он может сопутствовать прием каких-то препаратов. Например, человек принимает миноксидил. Есть люди, которые берут дарсонваль, то есть проводят себе дарсонвализацию. Много, часто и так далее. У нас есть видео подробное о дарсонвализации, можно его как раз посмотреть. Если мы на лице используем эту процедуру очень часто, бесконтрольно, то тоже можно спровоцировать рост нежелательных волос. Кроме того, какие-то гормональные заболевания, синдром полкистозных яичников, сакарный диабет и так далее. И там подобные синдромы цинкокушинга, прием кортикостероидов, который провоцирует, например, возникновение того же синдрома цинкокушинга и гипертрихоз. Это возникает у человека, для которого это не характерно. Тогда это повод обратиться к специалисту. Также у маленьких девочек, если возникает ранний пубертат, то есть приходят менархи раньше времени, то есть первая менструация, начинаются какие-то появляться половые признаки слишком рано. Рано это в 9-10 лет. И тогда действительно гипертрихоз, то есть появление нежелательных волос на теле, на лице, это повод обратиться в первую очередь не к косметологу, чтобы удалить эти волосы, а к эндокринологу, чтобы распознать как можно быстрее какую-то, может быть, эндокринную патологию и помочь этому ребенку. Удаление волос, понятно, что оно отчасти может быть навязано, но оно, в общем, нужно, потому что если человек испытывает какие-то проблемы психологические, он себя не принимает в таком виде, да, он может эти волосы удалить. Это существует депиляция, то есть удаление волоса без разрушения волосяного фолликула, то есть это воск, сахар, там какие-то химические средства, бритье то же самое банальное. Существует эпиляция, то есть это электроэпиляция, или лазерная эпиляция, или фотоэпиляция, то есть когда мы разрушаем волосяной фолликул. Понятно, что учитывая то, что стадий развития волос несколько, и он проходит постепенно, последовательно все эти стадии, и мы не все волосы можем сразу уничтожить, то, конечно, таких процедур требуется несколько. Ну и осветление волос, то есть когда более заметные волосы темные, осветляют, и они становятся как пушковые на вид. Когда не нужно думать, удалять их или не удалять, когда это не составляет психологические проблемы, когда они не мешают женщине жить, эти волосы, когда все вокруг, собственно, идентично выглядят. И, собственно, это как раз тот момент больше уже, скажем так, социальный, когда человек не переживает на эту тему. Кроме того, когда они незаметны, пушковые волосы не нужно удалять, не нужно раздражать лишний раз кожу, и это должна быть не субъективная, а объективная оценка. То есть, да, бывает действительно, девочка видит эти пару пушковых волосиков и переживает на эту тему, ей кажется, что они огромные усы гусарские выросли. На самом деле это не так. Поэтому здесь уже работа либо родителей, либо психолога, то есть, чтобы как-то переубедить и помочь человеку себя принять. И, естественно, если кожа поврежденная, допустим, или очень чувствительная, или воспаленная, или на коже есть высыпание, то, естественно, тогда мы пока не решим эту проблему, удалять волосы тоже не можем, потому что мы просто так навредим. Вот, это, в общем-то, всё, наверное, что я хотела озвучить на тему существования усов у женщин. По традиции, буду рада вашим комментариям, расскажите, как вы относитесь к этой проблеме и вообще к бодипозитивному отношению к жизни. До встречи в новых видео, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, чтобы уведомления приходили вам первыми, и буду рада снова с вами увидеться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова